Хорошая власть должна выполнять все свои обещания и решать самые насущные проблемы своих жителей. Отчет о проделанной работе за 2015 год позволил провести конструктивный диалог руководства и жителей сельского поселения совхоз имени Ленина. Мы получим от жителей соответствующую оценку работы администрации сельского поселения и главы соответственно. Ну и получим обратную связь в виде вопросов и постараемся ответить на все те вопросы, которые могут интересовать наших жителей. И несмотря на то, что вопросов у жителей скопилось немало, на каждый из них был дан вполне четкий ответ. В свете последних событий, когда лифты падают, начался продальный контроль. Осуществляется ли контроль у нас за состоянием лифтов? Никогда никто не даст возможности работать лифту, который может быть небезопасным. У управляющей компании заключен договор с лифт-сервисом, Лариса Анатольевна скажет, который постоянно контролирует ситуацию с лифтами. Но главная цель собрания – это взглянуть на проделанную за прошедший год работу и подвести итог. Итоги неплохие. Мы выполнили все задачи, которые стояли перед нами. Может быть, даже в каких-то моментах мы перевыполнили эти задачи. Тем не менее, основная задача, которая стоит перед нами – это то, чтобы людям было комфортно жить, то, чтобы власть была близка к народу. Проведен ремонт дорог, оказана социальная поддержка различным слоям населения, улучшена система здравоохранения, выделены значительные материальные средства на развитие сфер физкультуры, спорта, ЖКХ и предпринимательства. Все это – лишь малая часть того, что удалось сделать за прошлый год. Но останавливаться на достигнутом никто не собирается. Строительство школы, строительство еще одного детского сада, решение вопросов о том, чтобы не было очередности в детский сад – это планы 2016 года. Я считаю, что встреча прошла продуктивно, все вопросы были обсуждены. Очень хорошо, нам все очень понравилось. Очень хороший был доклад главы. По мнению всех жителей, в совхозе очень здорово в поселке. Отчет закончился награждением памятными грамотами лучших сотрудников предприятий совхоза имени Ленина. Такие встречи уже стали не просто традицией, а жизненной необходимостью. На них можно увидеть не только то, что уже сделано, но и определиться с планами на будущее. Александр Шишов, Алексей Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Сегодня воскресенье 26 апреля в Ленинском районе проходят досрочные выборы главы Ленинского муниципального района. Мы находимся в совхозе имени Ленина, где в Доме культуры расположились избирательные участки номер 1306 и 1305. Еще раннее утро, еще только 9 часов утра, выходной день, люди отдыхают. В принципе, люди идут, осознанно идут на выборы. Мне понравилось очень выражение ветерана Великой Отечественной войны, которая пришла на выборы в половину девятого. Она сказала, сначала гражданский долг, затем все остальное. Поэтому я думаю, что, в принципе, зная наше население, на выборы придут и проголосуют. Первым мы посетили избирательный участок номер 1305. И именно здесь встретили 18-летнюю девушку, которая голосует впервые. Выборы у нас протекают спокойно, хорошо. Избиратели у нас приходят, голосуют. На данный момент проголосовало 69 человек уже. Всего у нас на участке 1828 человек. Был первый голосующий. Мы вручали ему подарок. Ну, все хорошо, все замечательно. Ожидаем хорошую явку на выборах. И думаю, что выборы обязательно состоятся. Я очень люблю свой район, свой поселок. И очень рада, что, в принципе, первый раз у меня получилось прийти на выборы. Так для чего же люди идут голосовать? Чего ждут от выборов? У всех ответы на этот вопрос разные. Но есть одно, что их объединяет. Это желание жить в стабильном, развивающемся районе. Ждем, что новый руководитель будет прислушиваться к мнению людей и будет улучшать жизнь района. Все хорошие жизни. Чтобы жить хорошо. И все было тихо, спокойно. А то все круглая война идет. А мы уже войну прошли. Чтобы наш район развивался, чтобы у нас еще больше было строительства, еще больше было всяких домов культуры для детей, детские сады и все. Чтобы развитие было в пользу населения. Чтобы был порядок, наведенный кругом. Чтобы везде строилось, благополучие было. Ладно, войны не было. В доме культуры совхоза имени Ленина расположился еще один участок номер 1306. На избирательном участке 1306 на 10 часов утра проголосовало 42 человека. Всего на этом участке проживает 1548 человек. Ожидаемая явка на конец дня 25%. День только начался. И у жителей района еще достаточно времени, чтобы пойти выразить свою гражданскую позицию, отдав голос за одного из кандидатов. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова в Клубе «Золотая осень» поселка совхоз имени Ленина. Свои работы представили на ней люди старшего поколения. На выставке в Клубе «Золотая осень» есть поистине удивительные вещи. Вот такие вот игрушки, замечательные сумки и даже одежда. Вот эта кофта, что сейчас надет и на мне, сделана руками Ирины Анатольевны. Кофта связана крючком из самых простых нитей, но с любовью. Как оказалось, это даже заменяет некоторое количество опыта. Ведь рукодельницей Ирина стала не так давно, после выхода на пенсию. Понимаете, пожилому человеку, наверное, очень важно найти себе занятие. И когда человек находит это занятие, у него приходит второе дыхание. Это очень важно. Второе дыхание помогают обрести в Клубе «Золотая осень». Здесь для представителей старшего поколения открыты два кружка – рисование и лоскутное шитье. Работы участниц последнего занимали большую часть экспозиции выставки. Кружок при Клубе работает второй год, а руководит им Лариса Ларкина. У меня люди все умудрённые опытом, каждый со своим характером. И работы у них тоже такие же получаются, необыкновенные. Мы друг друга учим. Я с своей стороны рассказываю, что я умею. Они мне рассказывают свои истории. Не только рассказывают, но и показывают в своих работах – ярких, жизнерадостных, иногда и шуточных. Лучшая ученица Ларисы – Нина Ивановна Боровикова. Не только покрывала, даже автопортрет шила из кусочков скани. Из обрезков мастерит и Галина Васильевна Найдёнова. Но направление совсем другое – наряды для кукол. Вдохновение приходит само. Платье её красавиц, как называют модели рукодельницы, сделаны со вкусом. Каждая деталь продумана. Обычно как подбирается модель? Мало жёлтого, значит, ты должен добавить сюда жёлтого. Мало меха, значит, ты можешь добавить сюда. Поэтому это, конечно, моя работа. Третьяковская галерея – отдельная комната в клубе, где разместились вышитые картины старших жителей посёлка. Вышивка крестом, гладью, лентами, бисером. Сейчас большинству представителей молодого поколения до пенсионеров далеко. А всё потому, что раньше секреты мастерства передавались от матери к дочери, от отца к сыну. В настоящее время связь поколений нарушена. Нас раньше в школе учили. И дома мы с мамой. Если что-то не сделаешь, мама говорит, давай делайте. Что это такое? Почему вы не будете ходить? Кто вам будет вязать? Кто вам будет шить? Мне бы хотелось, чтобы люди, ну, по крайней мере, наши девчонки, которые должны, по идее, что-нибудь руками уметь делать, да, как обычно шутят, вышивать крестиком, чтобы они, ну, хоть что-нибудь приняли от нашего старшего поколения. Потому что оно уйдёт, и с ним может уйти вся наша культура. Ну, не вся, но какая-то её глобальная часть. Вот чтобы этого не произошло, найдите себе в жизни увлечение. Выкройте несколько минут в день, как это делают совхозные рукодельницы. Ведь, смотрите, они не осваивают компьютер, так как мы, да, не занимаются компьютерными играми, а делают красоту, создают красоту, которая может радовать не только их самих, но и их домашних. И тех, кто успеет побывать в удивительном мире, в котором каждая работа несёт любовь, добро и радость. Татьяна Акимова, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ. В рамках ознакомительной поездки сенатор Вячеслав Фетисов посетил сельское поселение совхоз имени Ленина. Основной интерес у него вызвали представленные здесь школьный стадион и спортивный клуб для жителей совхоза. Вместе с главой района Олегом Хромовым и главой поселения Еленой Добренковой Вячеслав Александрович осмотрел спортивный объект. Его интересовало, какое количество детей имеют возможность посещать стадион, как построена работа тренерского состава и какие спортивные соревнования проходят на базе данного стадиона. Далее все отправились в спортклуб. Вячеслав Фетисов увидел залы с силовыми и кардиотренажёрами, прошёл по остальным помещениям. И сделал только одно, но очень весомое замечание. Оба этих объекта находятся в открытом доступе. Однако ни одного занимающегося спортом человека он не увидел. Елена Добренкова объяснила это разгаром дачного сезона, когда посельчане проводят максимум времени на дачных участках. А так и зал, и школьный стадион всегда полны народа. То, что я вот вижу, как сенатор, который занимается социальными проблемами, меня не может не радовать. Что интересно, в Московской области принято решение открывать спортивные сооружения школьные для жителей. Это очень правильное решение, это другая социальная атмосфера, это возможность родителям с детьми погонять в футбол, или пограть в волейбол, или просто пробежаться. Конечно, это уникальный опыт, нужно его развивать.